Продолжение следует... Ну что, дорогие мои друзья, всем здравствуйте. Я думаю, наш гость в представлении особо не нуждается. Известный публицист, автор термина «Русская весна», человек, который обожает Севастополь, человек, который придумывает концепты, харизматик, активный пользователь Фейсбука, сегодня в гостях в формате А3. Встречаем Егора Холмогорова. Я надеюсь, что мы будем обсуждать не только Крым как точку сбора и сборки русской культуры, а коснемся всего. Правда, Егор Станиславович? Всего? Всего, чего мы пожелаем. Все существует, ничего не существует. На этом можно... Ну да. Расходиться. Я уже предложил сегодня Юле провести, скажем, учредить на Херсонесе новую философскую перепатетическую школу, чтобы преподаватели прогуливались со студентами по древним развалинам и обсуждали серьезные философские вопросы. И первым преподавателем это будет, конечно, Егор Станиславович, в хитоне, в сандалиях. Ну какой из меня? Мне кажется, очень-очень харизматичная будет история. Но это история для Севастополя. Сегодня вы в Симферополе. Да. Ну, Симферополь, Юля, мне показала, я всегда как-то был в нем проездом. Такой красивый русский город. Прям я восхищен. Я в него влюбился. Я в него настоящему влюбился. Да. Да. Именно так. Потому что в прошлом году Егор Станиславович, он буквально завис на полгода в Севастополе и проехал мимо нашего города чудесно. А в этот раз нам удалось его сюда затащить. Ну, просто я же, как вы знаете, я социальный маргинал. Соответственно, пока все здесь прошлую весну журналисты, политологи и так далее тусовались на референдуме, освещали здесь все события и все в том же духе. Меня даже никто не додумался как-то позвать, пригласить, командировать и так далее. Вот эти я с завистью, с бронхитом смотрел на людей, которые меня отсюда писали. У-у-у, там здесь так прекрасно, или кто-то наоборот, здесь так страшно, здесь люди с автоматами ездят в троллейбусе. Я их боюсь, я говорю, не беспокойся, ты на Бандеровца не похожа, тебя никто не тронет. Вот, то есть, тут была такая движуха, я ее, к сожалению, все пропустил. Приехал уже в конце весны летом, первым делом уперся в плакат «Русская весна, что дальше?». Вот, потом, как выяснилось, этот плакат наделал множество шума, были скандалы, на него писали ответки и так далее, в чем я был абсолютно уверен, вы знаете, такая чисто московская привычка, это такая вирусная реклама в два этапа, я был уверен, что дальше будет что-то вроде «А дальше лето на веранде ресторана русской кухни такого-то, такого-то». И когда выяснилось, что это была сложная концептуальная политическая реклама, я очень долго смеялся. Почему? Потому что, ну, было сразу видно, что как бы подобные вещи придумывают люди, которые ни в Севастополе, ни в Крыму так особо до этого не бывали. А я-то все-таки как-никак с 2006 года прописался здесь практически на ежегодный, я еще помню все эти безумные украинские политические рекламы из серии «Они говорят, она работает, да, ну, понимаете, что там сразу же просто напрашивались абсолютно непристойные картинки под это дело, а потом был Яценюк в цвете детской неожиданности совершенно безумной. Вот, то есть к политической рекламе в Крыму надо относиться поосторожнее, конечно, это факт. Вот. Ну, я на самом деле нахожусь в состоянии человека, который в каком-то смысле не знает, что сказать. Почему? Потому что он сказал за, там, свою жизнь, за какой-то период своей деятельности уже слишком много по тем или иным вопросам. То есть, грубо говоря, все мои публичные выступления последнего времени выглядят примерно так. Как вы, наверное, могли прочесть два часа назад у меня в Фейсбуке, там, или где-нибудь еще, то-то, то-то и то-то. Вот. Как вы могли прочесть, например, у меня в книге «Карать карателей», если она, не знаю, дошла до Крыма хоть в каком-то количестве экземпляров, но если не нашла, значит, видимо, надо пытаться... Напомню, что эти две книги, это будут призы за лучшие вопросы. Эти книги и цитраты по консерватизму. Вот. Я, ну, я на самом деле расскажу, потому что по интернету-то ее точно еще можно заказать. Это сборник, собственно, моих статей, работ за примерно январь, нет, даже декабрь 2013-го, сентябрь 2014-го года, посвященный, собственно, всему тому потоку невероятных по интересности исторических событий, которые начались сначала как политический кризис на Украине, потом это все превратилось в русскую весну в Крыму, в Севастополе, потом это превратилось в восстание в Донбассе, потом это превратилось в полноформатную войну. Я, собственно, успел закончить эту книгу на том моменте, когда, собственно, украинская армия потерпела первое серьезное поражение по Доловайскому, начались первые какие-то пляски вокруг вот этих минских соглашений, и, соответственно, все зависло в такой неопределенности, ну, в каком-то смысле в этой неопределенности до сих пор все пребывает. Крым, в общем-то, один из главных героев этого моего рассказа, то есть здесь есть полно статей, посвященных именно Крыму, воссоединению Крыма, статья, та самая статья «Русская весна», откуда взялся этот термин. Мне, конечно, очень не нравятся эти попытки сейчас его, так вот, что называется, запинать под лавку при помощи провагандирования тезиса «Крымская весна», и совсем не потому, что слово «Русская весна» я придумал, как бы, ну, это не настолько, как бы, великий креатив, оно достаточно просто раздалось в Москву, сколько потому, что за этим чувствуется такое желание, что, типа, вот, в Крыму все произошло, а нигде больше ничего происходить не должно. Это значит, как бы, то, что происходит в Донбассе, оно, как бы, нас не касается, вот, я в этом смысле поразился, конечно, некому изощренному сложному ходу Захара Прилепина, который выпустил книгу примерно аналогичного формата под названием «Не чужая война». Вот, потому что исходная предпосылка у Захара получилась такая, что есть какие-то люди, которые воспринимают то, что происходит в Новороссии, как чужое, им нужно объяснить, что это тоже нас касается. А проблема-то как раз прямо противоположная, что мы все считаем, что это касается нас самым непосредственным образом, а какое-то количество разных, скажем, начальственных и предначальственных персонажей пытаются нам объяснить, и нет, это гражданский конфликт с чужим, мы в соседнем государстве, мы не имеем ничего общего, вот, но моя книга как раз о том, что все, как бы судьба самой России, судьба Крыма, судьба Новороссии самым тесным образом между собой связана, и, если, скажем, не сказать «Б», то «А» тоже очень скоро куда-то исчезнет. У меня на эту тему есть страшная здесь история, которую я написал как раз в Крыму, сидел в великокняжеском дворце в Хараксе на балкончике, вот, как бы, ничего не предполагал, как бы, не предрасполагало никаким ужасом, все, наоборот, было предельно благостно, вот, как бы, вот живешь как в раю, и сидел, писал страшную-страшную вещь, которая называлась «Остов Крым», вот, но мозги редактора, к сожалению, не выдержали просто такой конструкции, и ее переименовали в «Остров», вот, о том, грубо говоря, что может случиться с Крымом, если Россия в Новороссии и в Донбассе отступит. Это была вещь настолько запредельно страшная, вот, как мне говорили все те, кто ее читал, а вы читали, да, нет, вот, ну, а что, возможно, она тоже сыграла свою маленькую роль, крошечную какую-то роль, в том, что по этому сценарию, слава богу, ничего не пошло, и если, как бы, там все, ну, нехорошо, но, как бы, я недоволен, как развиваются события, ну, нормально, а если там нормально, то, значит, здесь хорошо, вот, все очень просто, вот. Это что касается книги, что касается прошлого года, ну, действительно, если вам интересно, в общем, ее несложно заказать по интернету, и говорят, ее временами читать даже довольно забавно, хотя бы потому, что здесь есть много, в том числе для Крымчан, очень милых таких подробностей, родных, например, вскоре после собственного соединения нашего, я написал, вот, статью «Возвращенный рай» о том, как россиянам, которые никогда в Крыму не бывали, а выросло уже уже реально целое поколение, для которых эта страна более чужая, чем какая-нибудь, как бы, Египет, Турция, там, вот, все были, побывали в Шарм-эль-Шейхе, вот, и никто не бывал, там, ни в Гурзуфе, ни в Ливаде, ни много где еще, вот, есть статья, посвященная именно этой теме, как наслаждаться Крымом и как наслаждаться Севастополем, вот, есть очень забавная, довольно, как бы, такая анекдотическая статья, это как раз после того, как в Москве начали пропадать Макдональдсы, вот, их начали как-то несколько сокращать, закрывать и так далее, вот, о том, за что я эту контору не люблю, вот, и о том, какое благодетельное влияние исчезновение Макдональдса оказало на Ялту, потому что раньше вот этот вот пахучий ресторан, он буквально подавлял с собой вот эту набережную, все крутилось вокруг него, все как-то вот с детьми просто устремлялись туда, это была какая-то естественная такая точка сборки, и вдруг, когда вот он исчез, я, скажем, мне впервые понравилась набережная Ялты, она мне до этого никогда не нравилась, то есть я очень любил всегда Севастополь, очень любил грузов, мне Ялта никогда не нравилась, она мне казалась какой-то непристойно, такой вот кичево-буржуазной, и вдруг без Макдональдса я увидел хороший, опять же, старый русский город, и мне стало в нем неожиданно хорошо, я прям с таким удовольствием прошлым летом по ней гулял, даже удивительно вот самому, то есть книга полна всяких интересных крымских сюжетов, вот, что, чем еще похвастаться, это я, вы понимаете, я как бы вас подбиваю таким образом к соревнованиям, к задаванию вопросов, потому что, вот, в викторине, и все в том же духе, это довольно известный уже в узких кругах московских интеллектуальный журнал под названием «Тетрадь по консерватизму», и это номер, который посвящен выдающемуся нашему искученному геополитику Вадиму Леонидовичу Цинбурскому, к сожалению, безвременно скончавшемуся в 2009 году от рака, ну, очень много успевшего сделать очень интересного, разработавшему такую очень оригинальную, очень глубокую концепцию «Остров Россия», вот, посвященную России как самостоятельной цивилизации. Вот этот номер, который посвящен ему, и здесь большая моя статья с критическим разбором его геополитических концепций и концепции выдающегося русского же мыслителя, философа геополитика XIX века Николая Яковлевича Данилевского, который, я думаю, вообще должен быть одним из таких вот, я бы сказал, тотемных персонажей в Крыму, потому что все-таки он и здесь похоронен в Форосе, насколько я понимаю, на территории какого-то санатория, чуть ли не принадлежавшего Радче Коломойскому, а теперь, соответственно, изъят его в пользу народа, вот, он занимался спасением крымских виноградников, когда вот это была ужасная эпидемия филоксеры, вот. И вот я сопоставляю их две концепции, их сильные и слабые стороны, и прихожу к выводу, что, грубо говоря, как бы, когда, если говорить о слабых сторонах, то их проблема состояла в том, что они пытались осмыслить Россию исключительно в пространстве, исключительно как географический организм, а есть еще такое понятие, как хронополитика, то есть как некое определенное политическое, идеологическое и так далее самосознание, обращенное уже не только в пространстве, но и во время. И те проблемы, скажем, нашего конфликта между Россией и Европой, которые неразрешимы в чисто пространственной логике, они поддаются разрешению, разрешению в нашу пользу именно в логике хронополитики. Потому что можно самосознание русской цивилизации представить очень по-разному. Можно его представить, например, как есть, например, такая сверхкороткая концепция Льва Николаевича Бумилева от Руси к России, о том, что фактически Россия начинается только в XIV веке на Куликовом поле, а до этого это как бы укасающий виток славянского этногенеза, то есть Россия совсем-совсем молодая такая цивилизация. Есть как бы такая более традиционная версия, которая начинает Россию от Варягов, от Новгорода, от Киева. Кстати, заметно, насколько политические факторы влияют на самосознание. Что, скажем, столетия назад более патриотической версией считалась в России версия, что называется, того, что русская государственность начинается с Киева. Вот, матерь городов русских и так далее, вот это автохтонно все, славяне. А вот новгородская версия, наоборот, это там варяги какие-то залетные, это нам не вполне подходит. Вот все началось с Киева. Я смотрю, как сейчас, последний год, у наших историков, у наших как бы таких вот поп-историков, на всевозможных выставках, я думаю, обязательно, как привозили в прошлом году Романовых, так в этом году привезут Рюриковичей. Очень хорошая, очень интересная была выставка про Романовых, про Рюрикович тоже неплохая. И там, наоборот, идея происхождения русской государственности сдвигается к северу. То есть, как бы, Ладога, Новгород, а в Киев уже пришли, отвоевали его у Хазара. До этого это была хазарская колония Самватос. Вот, то есть, занятна, каким образом, действительно, вот политика, она отражается на самосознании. И вот, есть, ну я, конечно, могу спеть под этим грудь, но лучше вы, ну а чего, у меня двоюродный брат, между прочим, Денис Холмогоров, очень известный был в Екатеринбурге диджей. Правда, потом он все равно уехал в Москву звукоператором на телевидении, но долгое время был культовый совершенно диджей там. Вот, так вот, я же говорю о том, что на самом деле единственный способ уравнять культурные цивилизационные потенциалы России и Европы, это начинать историю нашего пространства, действительно, сначала с Крыма, со скифов, с древнегреческих колоний на нашем Черноморском побережье, в Южной России, а в Крыму, начинать, грубо говоря, историю, там, русской философии от Анахарсиса, историю русской государственности, в частности, от Периква, от Херсонесской клятвы, от Боспорского царства, от Пантийского царя Метридата, история которого так пленяла Пушкина. Потому что это действительно создает некие предпосылки нашего культурного наследия, нашей цивилизационной идентичности. И то, что мы это открываем в заднем числу, это на самом деле абсолютно никак не должно нас волновать. Почему? Потому что, скажем, французы открыли тот факт, что вообще-то они потомки галлов, нам это кажется с вами само собой разумеющимся. Мы там помним все этих Астериксы с Эбелиском, Депардье, который теперь тоже внезапно оказался русским, и все в том же духе. Но на самом деле еще столетия назад, скажем, гальского наследия, кельтского наследия в истории Франции практически не прощупывалось. Они начинали ее с франков. А потом они вдруг начали все это копать и обнаружили, что вот смотрите, а как удобно. У нас вообще история начинается в первом тысячелетии до нашей эры. Вот у нас во времена Юлия Цезерия уже была система поселений, из которых выросли наши города. Прекрасно же. Вот. Собственно, России с крымским наследством, которое нам досталось от греков, от римлян, потом от византийцев, со скифским наследством, которое у нас пытаются, как бы, так сказать, помягче увести. Да, и отжать при помощи голландцев. Это Россия приобретает совершенно другой цивилизационный вес. То есть, Запад говорит, смотрите, мы цивилизация, которая ведет происхождение от античности. Вот у нас вот есть Колизей, вот у нас даже под Парижем римские развалины, у нас даже по мелочи что-то есть в Англии, там в Германии уже с этим плохо, в Польше или Швеции их какой-нибудь вообще ничего. Ну, тем не менее, они вот считают себя наследниками Греции и Рима. А мы как-то, ну, либо у нас начинается какое-то безумие из серии выдумывания себе квази истории, либо мы там соглашаемся на эту игру, что вот, как бы, ну, были хорошо поляне древляне, ничего раньше их не было. А на самом деле грамотный ответ состоит в том, да пожалуйста, знаете, вот у нас в Крыму на нашей территории, скажем, Перикол бывал. Вот бывал ли когда-нибудь Перикол во Франции? Юлий Цезарь бывал, да, знали, видели такого. Он разгромил Галию просто вот совершенно на куски. А Перикол во Франции не бывал, а в России бывал. Я об этом, кстати, почитал мне так давно совершенно замечательную работу нашего античника, историка, одного из самых выдающихся Игоря Евгеньевича Сурикова, который довольно строго исследовал этот вопрос о финской морской экспедиции во главе с Киспериковым на Черном море. И вот как бы до этого были только косвенные доказательства того, что он побывал где-то вообще в Русском при Черном море, в Херсонесе, Пантикопе и так далее. То есть это предполагалось общей логикой, но нигде эксплицитно в источниках об этом ничего не говорилось. Вот. И... Но сейчас методы исторической науки становятся все более и более утонченными. И такой уже появляются настоящие научные лазерные скарпели. И с их помощью этот факт доказывается абсолютно точно. Я вам сейчас даже расскажу факт, как в двух словах. Дело в том, что у древних греков в каждом полисе были приняты свои собственные имена. Собственно, даже в каждом роду свои собственные имена. Вот такого, как у нас, что ты как бы в Москве Ваня и Петя, там и в Ташкенте ты Ваня и Петя, и во Владивостоке ты Ваня и Петя. Такого принято не было совершенно. Имена строго наследовались в рамках одного полиса, чаще всего одного рода. Это еще когда я был студентом, писал работу о спартанской олигархии. Чаще всего от деда к внуку. Вот. Я у у себя в семье решил чуть-чуть восстановить эту традицию. Правда, не от деда, а от прадеда к своему сыну передать имя. Вот. А, так вот, имя, кстати, очень хорошее как раз именно для Крыма и для Херсонеса Владимира. Так вот, и перекочевка имен из одного полиса в другой, возникало только в одном случае. В случае установления отношений так называемой проксении. То есть, когда человек как бы из одного полиса соглашался быть другом семьи в другом полисе. Он брал на себя защиту, когда, скажем, если человек приезжал в гости, как бы, например, в Афине он его защищал, он его там всюду водил, он предлагал ему кровь, он ходатайствовал по его делам, а в той семье в честь него, соответственно, называли детей. И что же оказалось? Оказалось, что в Херсонесе и в Пантикопии есть надгробные плиты с именами типа Ламах, Мегакол и так далее. Это чисто афинские имена. Причем в первом случае это имя двоюродного брата Перикла, во втором случае это имя полководца-стратега одного из главных соратников Перикла, которого потом очень ехидно высмеивал Аристофан Вахарлинах. Вот. И, соответственно, откуда они могли взяться? Они могли взяться только из отношений Проксении. Как можно установить было отношение Проксении с таким отдаленным полюсом? Только приехав туда лично, а это значит, что Ламах и Мегакол лично побывали и в Херсонесе, и в Пантикопии. То есть, а это ближайшие соратники Перикла. Когда у них был повод там побывать? Только во время этой экспедиции, значит, получается всей этой компанией. А известно, что эту экспедицию возглавлял лично Перикл, они побывали у нас на территории. По всему случаю можно поставить выдающемуся деятелю афинской демократии памятник здесь. Почему нет? Чем он в этом смысле хуже других интересных исторических персонажей? То есть, таким образом, вот все эти перипетии истории, тот же самый Митридат, который, опять же, вел жестокую до последнего войну против глобального в рамках тогдашнего мира господства Рима. А что-то это мне немножко напоминает. Вот он, в конечном счете, как вы знаете, покончил с собой именно на территории Крыма. Как бы это было последнее его убежище на поспорить. То есть, вся вот эта, казалось бы, далекая совершенно классическая история, которая проходит совершенно по другому разряду, внезапно превращается в историю нашей Родины. То есть, не просто историю Крыма, а историю нашей Родины, потому что наша Родина Россия и Крым является ее важной составной частью. То есть, таким образом, я вот в замечательном совершенно издании с добрым названием «Спутник и погром» прямо вот под Новый год 2014-2015 написал именно статью большую об этом, кому интересно посмотреть. Она так и называется «2000 лет истории нашей». Вот, понятная аллюзия на Крым нашим, вот, где более подробно вот эти сюжеты философские разработаны. И вот в этой статье о Цымбурском я говорю именно об этом, что Россия из непонятных отношений с Европой, когда что вот есть произрастающие на великом античном древе древо западной цивилизации, а к нему вот какой-то дичок Россию якобы прибил только Петр Первый, а до этого что такое была Россия вообще непонятно, приобретает абсолютно логичное хронологическое измерение от Греции через Рим до Византии, до Феодора и до России. Как бы, ну, есть, понятное дело, что, скажем так, перерывы восточных эпох, вот, ну, в истории России тоже такие перерывы бывают, но в чьей истории бывает перерывы. То есть, таким образом мы и Запад оказываемся абсолютно в равном положении по отношению к первой истоку цивилизации европейского типа. То есть, в конечном счете, как бы, даже на нашей территории, как бы, выясняли вопросы о том, кому пойдут сборы слупонариев. Мне очень понравятся всегда эти сюжеты из жизни Херсонеса, как тамошний лимский гарнизон, вот, и городское общение Херсонеса очень долго вели жестокий спор о том, идут ли сборы слупонариев в пользу гарнизона или же в пользу городской общине. Понимаете, это безумно интересно. То есть, это смешно может быть, но это безумно интересно, когда, опять же, это происходит вот на той территории, когда вот ты находишься, ты касаешься ее руками, ты понимаешь, что это происходило не где-то там за три-девять земель в Италии. Это вот происходило вот здесь у тебя на глазах. Я вот как раз разгуливаю по Хараксу, где, как бы, была важнейшая эта римская крепость, там какие-то черепки, какой-то кусок металла лежит, какого-то явно очень старого. Я его держал, я думал, вот, мне было приятно думать, что, наверное, это остаток римского меча, хотя, конечно, очень вряд ли это так. Но воображение, как некогда это будило воображение Пушкина, так, наверное, на самом деле сейчас это воображение будет. И, как бы, вот такое, там, из серии того, что, если со мной что-то случится, вспомните мои слова. Вот. Я, собственно, хочу в этом смысле признать, призвать вообще крымского общества всерьез отнестись к этой теме и не давать нашим зачастую очень тупоголовым чиновникам с очень примитивным представлением о том, как устроен вообще как бы цивилизационный и гуманитарный контекст, втаптывать вот эту древнюю историю в грязь, как-то не относиться к ней несерьезно. Вот у нас два месяца назад, именно в Москве, что интересно уже, не только здесь, мы в Москве вели вот эту войну с этим безумным решением, которое приняли севастопольские власти, чтобы слить музей и заповедник Херсонеса с остальными городскими музеями. При том, что это абсолютно разная специфика, абсолютно разная научная школа, абсолютно разный научный подход, как бы типа чистость соображений и удобство управления. А то, что речь идет просто о как бы отдельном цивилизационном пласте, который надо не сливать, а наоборот как бы надувать, наполнять как бы деньгами, наполнять научными кадрами, наполнять какими-то новыми раскопками, об этом никто не думал. Ну, собственно, в Крыму, в республике Крым, я не знаю, как на сегодняшний момент обстоит всерьез дело со всем этим. Мне понравилась инициатива Аксенова, а давайте проведем тотальные раскопки, но только понятно, что как бы это инициатива человека, который не очень себе хорошо представляет археологию, потому что просто у нас во всей России нет столько археологических кадров, чтобы всерьез вот так вот все перекопать вдоль и поперек. Давайте хотя бы на сегодняшний момент хорошо разберемся с теми памятниками, которые у нас уже есть, потому что когда вот в прошлом сентябре я решил друзьям, что интересно, археологам, археологам много раз копавшим в Крыму, я, который все-таки не археолог и ничего никогда не копал, показательский кирмен. Мы долго ехали по какой-то чудовищно разбитой дороге, которая постепенно перешла в разбитое бездорожье. Водитель раз и три сказал, нет, все дальше не поеду, вылезайте, потому что сейчас если пойдет дождь меня затопит, я уже отсюда не выйду никогда. Вот с большим трудом его уговорили доехать до точки. Поднялись на прекрасный, совершенно завораживающий эскикер-мен и поняли, что во-первых, там нет ни одного человека, то есть там никто ни за чем не наблюдает. Нет, потому что если, скажем, я, например, соберусь вот сейчас вот, возьму как-то пилу и выпилю кусок древней фрески, у меня даже некому там было остановить, понимаете? Я уж не говорю о том, чтобы нацарапать что-то из серии «Здесь был Вася». Вот. Единственное, кто надзирали за порядком, это две бродячие собаки, которые единственное, что, но они реально обеспечили определенный порядок, потому что их опасаешься и просто из-за этого не задерживаешься долго на одном месте, там идешь дальше, 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 то есть как бы вандализмом заниматься в таком компании немножко стремновато. Вот. Но, то есть мои друзья ходили совершенно восхищенно. Лучше, мы этого не видели. Мы этого просто не видели никогда, но это же прекрасное место. Вот. Я говорю, да, прекрасное. Ну, посмотри, вот пустыня, вот делай, что хочешь. То есть эта ситуация, на мой взгляд, ненормальная. То есть можно, конечно, что называется, создать малолюдный парк, где будут редко ходить люди, но это должен быть очень хорошо. Храняй малолюдный парк. Там можно открывать разные места, как, например, не знаю, вот это. Я бы сказал так, археологический памятник, поставленный на коммерческую основу. Это феодоритская крепость, это в Фуни, рядом с Демирджи. Вот. Очень милое место, очень красивая природа вокруг такой, как бы, небольшой, как бы, частный, такой, как бы, исторический реконструкторский бизнес. Это тоже приятно, но это тоже, опять же, должно быть все под надзором. Все должно быть под надзором, это все должно быть с определенным научным сопровождением. Потому что на сегодняшний момент, вот, ну, даже, строго говоря, с тем же Херсонесом, который вообще памятник, как бы, сверхважного значения, я еще ничего, никак вам не могу прокомментировать, скажем, историю с тем, что происходит с Пятикопеем, просто потому что, вот, у меня мечта жизни добраться до Керчи, и мне никак этого не удается. Просто не удается пока. Ну, Херсонес, я знаю, весь вдоль и поперек с закрытыми глазами. Ну, выглядит это так, я думаю, вы себе представляете. Приходят люди, покупают билеты и пулей на пляж. Это все очень часто, что их интересует в этом месте, хотя пляж там действительно приятный, фантастический, с этим не поспорим. Но, скажем, вот даже только недавно по этому городу Истин был нормальный путеводитель, с которым идешь, и ты знаешь, что вот в этом доме, что вот в этом, что вот в этом. Вместо каких-то таких больших заумных текстов, вот конкретная роспись, где, куда идти, где на что смотреть, где что трогать. То есть, понимаете, до этого можно было все списать на Украину. Можно было сказать, что вот, Украине это все чуждо, а действительно, у них там очень своеобразное время от времени была философия. Вот как раз мне рассказывали друзья археологи, что директор вот этого санатория Днепр, который в Хараксе, к нему приходили с вопросами, знаете, а вот мы хотели бы провести повторные раскопки, вот там вот крепости римлян, что он ответил, римляне сэш романови, сэш оккупанти. И, соответственно, всю идею полностью закрыл. Вот, понимаете, это удивительное, как бы, я бы сказал, глубина проникновения, вот что называется, свидомого сознания. Почему? Потому что вот мне никогда не приходила мистическая связь между романовыми и римлянами, что на самом деле романовы это вот, собственно, вот как бы они романовы, они потому что они вот римляне. Вот, понимаете, это как глубоко человек копал там. Но вот он копал исключительно в идейном плане, в плане физическом, он ничего копать не дал. Вот. А можно было списывать все, что на Украине это все ничего не надо и так далее. Теперь эта отмазка уже работать не будет. Теперь как бы мы отвечаем за свое прошлое, мы отвечаем за связи своего прошлого с будущим. И я вот с завидной регулярностью извожу редакцию известий, статьей и статьями именно на эту тему, что давайте все-таки всерьез принимать решение, что делать с историческим наследием Крыма, чтобы оно у нас расцветало и чтобы люди к нему приобщались, а не разрушалось. Потому что вот опять же, когда, например, запираешься на башню Зенона в том же Херсонесии, вот так проводишь взглядом, вот ты понимаешь, что вот здесь вот ты видишь стену там минус четвертого века до нашей эры. Вот здесь вот ты видишь памятник девятнадцатого века, переживший осаду Севастополя. Вот здесь вот ты видишь памятник двадцатого века Великой Отечественной войны. А вот здесь вот даже что-то двадцать первого века такое есть, правда очень хочется это взорвать, как и собственно сделали в итоге не с первого раза. Но тем не менее, и ты понимаешь, что твой взгляд вот одним движением охватывает двадцать пять веков. Сквозняку, причем вот практически сквозняком охватывает двадцать пять веков веков, вы не поверите, хотя наверняка поверите, поскольку в Риме много кто бывал, что в Риме это невозможно. Потому что максимум, что ты можешь увидеть, это скажем, вот передо мной Колизей, первый век нашей эры. Вот она какой-нибудь там, не знаю, проспект, которым Бенито Муссолини уничтожил половину форм романа. Это двадцатый век. Сколько? Девятнадцать веков. А вот точку, где ты ухватишь визуально двадцать пять веков, в Риме найти нельзя. Вот понимаете, вот такой парадокс, при том, что это роскошный, богатый, как бы древний во всех отношениях город, в который можно просто влюбиться. В Афинах, вот в Афинах можно увидеть двадцать пять веков. Если забираешься на холм Мариапага, то вот он перед тобой. Акрополь, конечно, построена фактически из руин в начале двадцатого века, но это, в общем, все известные исторические памятники, кроме египетских пирамид, наверное, этим грешат. Вот. Ну вот перед тобой акрополь, вот перед тобой ужасные дома двадцатого века. Но в Севастополе-то все не так ужасно в двадцатом веке. Что называется, если перед Акрополем за, скажем, Афиной двадцатого века немножко стыдно, то есть перед Акрополем за Афиной двадцатого века немножко стыдно, перед Херсонесом за Севастополь двадцатого века не стыдно. За Севастополь двадцать первого века стыдно пока что. Но надеюсь, опять же, что это можно будет как-то совместными усилиями исправить. То есть это вещь, которую, на мой взгляд, стоит ценить. И действительно, это важная некая уникальность Крыма, которую, на мой взгляд, нужно сохранить. Ну, это все, что я... Это все, с чем я хотел остаться в истории. Теперь можно перейти к вопросам. У нас тоже на время вопросов, за что люблю Холмогоров, то, что он так отлично у нас рефлексирует. И мы думаем, как у нас классно, какие мы все классные. Как здорово, что мы здесь живем. Так, у кого есть вопросы? Первый вопрос. Да, пожалуйста, мне нужен микрофон. Я немножко хочу вернуться к 21-му. Святослав Компанец, я политнавигатор. Егор, вот такой вопрос. Мы с Имферопольсом уже более года живем в составе России. Я симферопольс, который живет в этом городе 30 лет. И вот во мне почему-то на Украине на нулевой отца, я читал, что происходит, осталось на нулевой отменке. Но проблема в общем. Дело в том, что в той чудесной русско-исторической части очень много тресупов, очень много украинской символики. И несмотря на все наши жалобы общественности, включая депутатов, я знаю, Савченко жаловала Саксионову, что украшает музей Тургии, Тавлиды, несколько огромных тресупов, также на доме Кеслера 19 века тресупы. И так далее, и так далее, и так далее. До здания бывшего водоканала. И как бы это очень угретает. Крымской власти это не нужно. Вот, затем, вот сейчас воссоздается собор Александра Невского в центре города. Под огромным плакатом с изображением Путина и надписью, что воссоздается под патронатом президента гребница целая из желто-синих строительных будок. Даже кран строительный, который воспроизводят, то есть строят, ну используют. Он тоже желто-синие. Ну, их привезли раньше. Ну, а это стоит. Ну, стоит. Так же, как и тресупы у Яжи. Нет, я вас отлично понимаю, потому что на самом деле у меня самого как-то, конечно, по результатам стрельбы по жилому сектору Донецку, в Донецке желто-синее сочетание начало вызывать уже такую вот, как бы, нервную реакцию. Я вот даже у меня тросочком злогое, золото. И то, когда ты говоришь, ой, что это? Вот. Понимаете, с моей точки зрения, конечно, вопрос можно сказать? А, это еще не вопрос. Я просто понял, как ты примерно, да, тенденцию, да? Ну, вот в целом, картина такова. Если вот проехать из ЖД вокзала в сторону, допустим, машины, гипермаркета, то там вообще же сплошная желто-синяя линия. Все остановки выкрашены в цвета украинского флага. Все магазины и сам рынок на железном-дорожном вокзале. Как вы думаете, вот, несмотря на наши все жалобы, включая депутатов, да, республиканской власти, все это происходит. Насколько вот адекватна позиция, как федеральной, так и крымской власти в этом вопросе? Знаете, мне кажется, что здесь надо давить. Что, грубо говоря, я тебе примерно представляю, как все работало, как бы вот это, на Украине, и в России все работает просто. В России без скандала ничего не движется. Универсальным, как бы, двигателем, универсальным инструментом. В этом смысле, конечно, вот старая, как бы, до-майданная Украина, она была, в некотором смысле, более парламентским государством. То есть, там, как бы, избиратель выбрал партии, партии на что-то влияли, и так далее. То есть, они зачем-то решили в рамках борьбы за демократию и заменить это на диктатуру. Очень забавная такая форма борьбы за демократию, согласитесь. Вот. Но, тем не менее, в Российской Федерации универсальным способом коммуникации между гражданами Российской Федерации и властями Российской Федерации является громкий скандал. Просто вот, запишите себе блокноты, как говорится. Если скандалы не устраивать, ничего работать не будет. То есть, это, это то, что называется лайфхак. Вот. А, соответственно, в данном случае тоже просто нужно устраивать скандалы, потому что скандалы чиновники боятся, и они начинают что-то делать, там, не знаю, пикеты проводить, там, жалобы писать, там, угрожать какими-то, там, самочинными действиями по перекрашиванию, там, этих будок и так далее. Так что, с моей точки зрения, это безобразие. Объясню, почему это безобразие. Да, дело в том, что пропаганда украинского национализма всегда же была очень агрессивной. То есть, это не то, что вот просто, как бы, следы, естественно, вот, как бы, жизнедеятельности, там, украинского народа, которые, вот, пришли, там, злобные, там, русификаторы и стирают. Нет. А Украина, как вы, я думаю, гораздо еще лучше меня знаете, потому что это почувствовали на собственной шкуре, ввела очень агрессивную, собственную пропаганду, принуждение русских к смене идентичности. И даже, заметим, с младшим поколением это в чем-то удалось. То есть, во всяком случае, много есть младшего поколения людей, у которых что-то там сдвинулось, куда-то поехало и так далее. И вот вся эта ярко выраженная жевтоплакитность, трезубистость и так далее, и так далее, и так далее, это не просто, как бы, естественные результаты существования, там, украинской нации, это именно инструменты пропагандистского воздействия. Нужна такого рода пропаганда в российском Крыму? На мой взгляд, не нужна. И опять же, вот сегодня уже говорил в интервью одному из наших информационных агентств, государство Украина считает, что Россия против нее воюет. А дело в том, что в войне не бывает так, что одна страна воюет, другая нет. Что если кто-то считает, что он воюет с тобой, то это значит, что ты воюешь с ним, даже если ты этого не хочешь. Потому что он все равно будет совершать против тебя совокупность действий, которые, как бы, в мирных отношениях не приемлемы. И на сегодняшний момент киевский режим совершает эти действия постоянно, каждый день. Теперь возникает вопрос, терпима ли пропаганда страны, которая воюет фактически со своей точки зрения с нами, в нашей стране. На мой взгляд, не терпима. Для меня большой вопрос, насколько вся... Вот, совершенно верно, насколько весь этот там желто-блокитный флаг и так далее, все это имеет отношение именно к украинскому народу, в его истории, а не к политическому проекту сепаратизма от России, возникшему в конце 19-го, в начале 20-го века, а не к Грушевщине и Петлюровщине. Вот, но, тем не менее, как бы, вот именно постоянные напоминания о государстве Украины, с моей точки зрения, Крым вообще должен, как можно скорее, об Украине забыть. Все мы прекрасно понимаем, даже на самом деле в глубине души большинства украинских националистических деятелей прекрасно понимают, что Крым оказался в составе Украины абсолютно случайно, что это не результат естественной исторической совместной жизни. И, соответственно, то, что Крым какое-то время просуществовал в составе так называемой независимой Украины, это тоже исторически несущественный эпизод. Соответственно, нет никаких оснований всерьез фиксировать его в своем сознании, в создании граждан Крыма. Чудесный вопрос, можно я зачитаю? Просто прекрасно. После воссоединения Крыма с остальной Россией многие крымские русские националисты остались без работы. Вопрос о полагании. Над чем нам сейчас работать? понимаете, как русский националист, который в Крыму находился все-таки много, но никак не больше трети года, я могу сказать, что все остальное время я работал очень интенсивно, потому что все те проблемы для русских националистов, которые существуют в составе Российской Федерации, они никуда не деваются. Через какое-то время, например, в связи с развитием строительного бизнеса, а здесь стройки неизбежны, здесь появится довольно большое количество мигрантов, и встанут неизбежностью все те проблемы, через которые проходили Москва, проходили другие крупные города, когда мы столкнемся с этнокриминалом, мы столкнемся с непониманием тех принципов, на которых все-таки устроена жизнь русского общества, с этническими конфликтами, которые отсюда будут вытекать, с культурными конфликтами, с попыткой опять же каких-то деятелей это все использовать в сторону продвижения каких-нибудь ценностей этого исламского государства Ирака и Леванта, которые сейчас входят в роли главного опекуна, вот, скажем, диаспор, который выходит из Средней Азии, к сожалению, сменяет уже какие-то более умеренные группы, они очень активно среди них работают, то есть это все, скажем, естественная задача, которая, скажем, перед русскими националистами, как людьми, которые занимаются все-таки защитой русской идентичности на всех направлениях, не только, как бы, на направлении, скажем, взаимоотношений с Украиной, она никуда не денется, никуда не денется, скажем, в значительной степени неуважения наших властей к русской истории, к русской культуре, к стремлению все время любые межнациональные проблемы решать за счет русских, что вот как бы у нас есть такие-то прекрасные народы, такие-то, 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 а еще где-то там есть немножечко таких вот русских, таких-то жалких 83%, вот понимаете, и это все, это все острые вопросы, просто сейчас, грубо говоря, ну, там, не знаю, у вас болит зуб, ноет нога, там, это самое, побаливает, побаливает желудок, и тут прилетает пуля там и впивается вам в бок. Понятное дело, что вы думаете в этот момент только об этой пули. Но прочие ваши проблемы от того, что вам в бок влетела пуля, никуда не исчезли. Точно так же, как на сегодняшний момент с русским народом, та проблема, что вот нам влетела пуля в виде Майданной революции, и перед нами стала первостепенная задача, задача в максимальную полной степени обеспечить реинтеграцию русского народа в одном государстве, потому что в противном случае вот это соседнее государство ставит задачей уничтожения русского народа как культурной общности на своей территории, превращение его в какой-то другой народ, что понятное дело, что эта задача стоит на первом плане, и все, что связано с борьбой Новороссии, оно заслоняет для большинства русских националистов, я не говорю как бы о странной переточной группе, которая строит из себя за украинцев, потом ее ловят с портретами Гитлера или с чем-нибудь еще, это явно персонажи, работающие на публику. для русских националистов, понятное дело, Новороссия стоит на первом плане, но остальные проблемы никуда не денутся, и они по-прежнему актуальны, то есть в этом вопросе, в вопросе о Крыме мы победили, в вопросе как бы о Новороссии работа идет, в отношении многих других проблем русского народа, которые для всей России достаточно существенны, очень многое еще никак ничего не изменилось, очень многое никак не изменилось, и все это еще очень скоро всплывет. Сейчас микрофончик не нажимается. Здравствуйте. Здравствуйте. Петербургское землячество. Ну, в Крыму может быть... А это жители, это выходцы из Петербурга в Крыму, или вы выходцы из Крыма в Петербург? Нет, те, кто учился, служил, и вообще сформировался в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Я понял. Вопрос, а, если вот в последнее время на вопрос в Крыму Крым наш, вам ответят Москва наша. Ну, нормально, хорошая ответ. Ну, вы знаете, как-то в конце декабря 13-го года господин Бурнов буквально следующее сказал, что вот, что это ко мне все пристают, мол, попросим, придут русские войска, нас освободят холоко, бред какой-то, этого уже никогда не будет. Но вопрос мой немножко о другом. Герман Садулаев, который был здесь тоже, он сказал так, что если русские вдруг почешут свой холокост, многим, мало не покажется, как вы считаете, почешут русские свой холокост? Ну, понимаете, я не знаю, как бы, стоит ли вообще как бы, русским в этом смысле использовать технологию как бы, маленького народа, который как бы, подвергли резни, резни или не стоит. Но дело в том, что просто если мы эту как бы, технологию воспоминания о своем прошлом, о том, что нас с нами делали в течение этого прошлого, действительно вспомним, мы просто начнем подсчитывать жертвы, то действительно там все холокосты, голодоморы и все прочее просто рядом не стояли, потому что это действительно чудовищная вереница трагедии, чудовищная вереница трагедии, которая, заметьте, продолжается до сих пор. Когда русские дома русских людей расстреливала украинская артиллерия под лозунгом евроинтеграции, Европа, которая обычно визжит о любых нарушениях прав человека, даже не чесалась, типа, русских можно. Вот, при том, что понятное дело, что, скажем, для нас, ну, важное, важное самое на мой взгляд то, что мы сами стали замечать свои жертвы. Мы сами стали напоминать себе и всем остальным о том, что нет, русских нельзя. Мы ни в коем случае не говорим, что кого-то еще можно. То есть, я в этом смысле категорически, скажем, противник дискурса, ту тему, что там репрессированные народы сами виноваты, что там те сами виноваты, те сами виноваты. Обвинять жертву, ее всегда легко слишком обвинять. Но никогда нельзя позволять нам, самим русским, про себя говорить, что либо там это вы сами виноваты, либо это вы сами себя резали. Нет, конечно, среди палачей. И русских было много. Ну и в концлагерях, знаете, тоже немало было евреев среди тех, кто убивал, мучил и сжигал. Вот. Это тоже факт, к сожалению. Но русский народ объективно в 20 веке и в начале 21 века оказался жертвой. Его продолжают пытаться поставить в положение жертвы, как это сейчас происходит на территории Новороссии. Ну, на сегодняшний момент, слава Богу, именно русский народ, как народ, как некая коллективно действующая общность, которая даже способна в иных ситуациях навязывать государству свою волю. Потому что, ну, надо понимать отчетливо, что если бы этой воли народа не было бы, то, скажем, в Новороссии дела бы повернулись бы совсем, а иначе там на какой-то момент уже четко существовала установка, что мы не вмешиваемся во все это. Но оказалось, что не вмешиваться во все это, это было слишком дорого для репутации нашей же власти. Соответственно, русский народ в какой-то момент стал действовать сам, и на мой взгляд очень хорошо. Опять же, все ополченческое и добровольческое движение вот от первых дней русской весны и до сегодняшнего момента показывает, что у нас есть, помимо силы государства, которую мы тоже постепенно начинаем заставлять считаться собой, есть и своя собственная сила, и мы не стесняемся ее применять, это прекрасно. Давайте будем чередовать с записками. Вот, хорошая записка. Каждый президент, который приходит к власти в США, спустя какое-то время считает своим долгом разнести в кавычках демократию США по всему миру. Создается такое ощущение, что противостояние США и России не закончится никогда, так как Америка одновременно боится России и хочет стать единственным хозяином в мире. Как Вы считаете, к чему может привести этот конфликт интерес? Ну, может, к чему угодно, там, вплоть до ядерной войны, как говорил в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, не к ночью быть помянут, я ничего для себя не исключаю. Вот, понимаете, вот, ничего, к сожалению, в нашем мире нельзя исключать вообще ничего, там, включая картины из серии «Медленно ракеты уплывают вдаль». Вот, а, но это, конечно, то, что желательно все-таки избежать бы возможностей. Вот, а, а, но факт остается фактом, действительно, американский гегемонизм оказался очень агрессивной, очень глупой программой. Вот, знаете, мне напоминает агент Смита в «Матрице», помните, во второй части, где он начинает себя бесконечно клонировать, и просто заполняет собой все. Вот, он, американский гегемонизм очень это напоминает. То есть, на самом деле, это же вообще поразительная история. То, что на тот момент, когда началась вся эта украинская катавасия с Майданом, в России антизападничество практически умерло. то есть, оно осталось только у крайне таких патриотических, я бы сказал так, советско-патриотических людей, как Александр Андреевич Проханов и так далее. Но у них оно звучало не на самой высокой ноте. вот, потому что, ну, а что, американцы, у них как бы свои интересы, у нас свои, Евросоюз нам вообще почти друг и брат, вот вообще, нам главное, о чем с ним договориться, это чтобы как бы вообще ездить друг к другу без виз, вообще можно слиться в экстазе, вместе никаких противоречий нет, все хорошо, как бы мы хотим быть европейцами, мы хотим, чтобы они нас уважали, все отлично. То есть, нам реально, вот, 2013 год, наше общество в России было достаточно прозападническим, то есть, оно было при этом патриотическим, оно при этом было достаточно националистическим, но при этом прозападническим, потому что не видели никаких значимых противоречий между Россией и Западом. И вдруг, знаете, то есть, вот, этот прыжок на Украину, это подхлестывание совершенно истерической русофобией, это абсолютно агрессивные попытки не дать России воссоединиться по своим этническим границам, потому что никто ни на что больше, скажем, вообще, тема не поднималась. И вдруг, в течение следующего года, нам пришлось осознать в Москве тот простой факт, что действительно США являются нашим объективным врагом, что Германия, к которой мы привыкли, что вот, типа, мы, как бы, такие вечные братья по газу между собой, что это, в общем, тоже, в общем-то, наш недруг, но, правда, как только Россия начинает ссориться с Германией, тут же неожиданно выскакивает, как черт есть оба как и французы и оказываются нашими лучшими друзьями, кажется, сейчас это повторяется еще раз, вот, в той или иной степени, но пока Местралии не отдадут или не отдадут за них деньги, я не поверю, вот, но, так или иначе, мы вдруг неожиданно выяснили, что для того, чтобы реализовать наши самые минимальные национальные интересы, самые минимальные, которые только есть, вот, хотя бы воссоединить вокруг России те территории, которые населены преимущественно этническими русскими, хотя бы теми русскими, которых агрессивно пытаются перекрестить в кого-то еще, что даже для этого, в общем-то, нам придется сковырнуть гегемонию Америки, что проблема в том, что как бы вот, что после того, как русский двуглавый орел, он долетает до середины Днепра, на него с запада налетает такое количество хищных гарпий, что, вы понимаете, ему волей-неволей уже придется лететь дальше, просто чтобы от них как-то отбиться, то есть, соответственно, на сегодняшний момент действительно вопрос стоит так, или-или, то есть, или мы поставим Америку на место, или Америка, в общем-то, доломает Россию, я все-таки надеюсь на первое, потому что Америка на сегодняшний момент себя ставит, вы знаете, я вот сейчас в «Известиях» написал буквально позавчера рецензию на такой смешной американский фильм «Мстители», где американские супергерои в очередной раз спасают мир от зла, который создали они же сами. Понимаете, вот это очень интересная черта, американцы даже не стесняются, не скрывают это, что мы сами создали страшное зло, а теперь вы нам все обязаны, потому что мы его победили. Вот они, скажем, точно так же сейчас проделывали с этим ИГИЛ, все они фактически сами против Сирии создали этого монстра, а теперь они всем рассказывают, что как бы у мира есть более важные вопросы, как бы мир должен поддержать Америку, потому что вот есть такая угроза, как этот ИГИЛ, что и Россия должна поддержать Америку, потому что есть ИГИЛ. Ну, на эту разводку больше не надо вестись, потому что они вам еще одного такого же монстра слепят и опять таскают для них каштаны из огня. Россия сейчас нужно четко преследовать только собственные геополитические интересы в смысле самого, что называется, узкого национального эгоизма. Мы должны не спасать человечество, мы должны спасать себя, потому что от человечества, как опять же показала вся эта серия Димаша вокруг 70-летия победы, никакой благодарности не дождешься. От этого отлично совершенно есть такая британская пословица, что уже оказанная услуга ничего не стоит. Вот никогда не надо торопиться оказать человечеству услуги. Да, пожалуйста, девушка, ваше имя напомните, пожалуйста. Яна Смолова. Очень приятно. Хотела бы спросить ваше имя, Егор Санцлавович. Последнее известие из Минска. Появилась какая-то красно-зеленая ленточка вместо Георгиевской, собственный барат, белорусский язык. Как Вы оцениваете вероятность того, что Беларусь пойдет по пути проекта Украина? Сто процентов. Сто процентов. Мирский замок. Один как бы из таких древнейших, крупнейших, красивейших замков Белоруссии. Отстроенный фактически заново в очень красивом стиле. Сейчас там вообще много таких замков времени Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой фактически из руин восстанавливается. Вот. А большая картина. Смотрю. С одной стороны такие классические рыцари. С другой стороны какие-то странные мужики в ватниках. Что-то я начинаю смутно подозревать, включая аудиогид и слышу. У нас была Великая эпоха. Великое Княжество Литовское было государством европейского типа. Оно динамично развивалось. Но со временем Московская Россия начала претендовать на ее земли. На картине представлен эпизод битвы под Оршей в 1415 году, где польско-литовские войска отстояли независимость Белоруссии от войск великого князя Московского Василия Третьего. Все это с таким пафосом проговаривается. При этом ни слова рассказывается, что за месяц до этого русские заняли Смоленск. В общем, конечно, сражение было не очень удачное, но главной задачей эта победа литовцев не решила, то есть они Смоленск это назад не вернули. Идет соседнее помещение, карта Великое княжество Литовское в кольце врагов. Видите, там снизу крымские татары скачут, слева сверху такие вот рыцари какие-то несколько, я бы сказал, скромноватые, зато справа сверху несется прямо рда такая целая таких вот москалей, причем под стягом со спасом, что мне особенно понравилось. То есть вот так вот как бы не только я бы сказал национально, но и религиозно идентифицировали в этом смысле, что вот как бы три угрозы, но фактически понятное дело, что как бы жители Белоруссии это считывается уже не как Великой княжества литовской в кольце врага, а как Белоруссия в кольце врага. Вот. И дальше множество вот таких же извините за англицизм ивентов по-другому не скажешь, потому что событие это немножко не то. Вот. На протяжении вот всей поездки, то есть в конце тебе попадается великолепно изданная книга, которая во всех музеях, то есть это не то, что подпольная белорусская оппозиция какая-то националистическая издала книгу и вот так вот пихает тебе там где-нибудь в подземных переходах листочек. Нет, роскошный совершенно альбом под названием «Страна Беларусь». Тексты там примерно в следующем духе. Там «Кровавые русские оккупанты во главе с Муравьевым казнили пламенного патриота Костуся Калиновского». На секундочку этот пламенный патриот Костусь Калиновский, который, кстати, разумеется, был поляком, участвовал в польском восстании против Российской империи, он занимался тем, что вешал белорусских крестьян, которые его не поддерживают. Как, собственно, и все польские мятежники в 1863 году вешали крестьян. У них даже была такая специальная должность называлась «Жандарм-вешателем». И когда Муравьев пришел на этот пост, действительно, как бы, великий человек и великий патриот, он просто начал вешать вешателей, почти что карать-карать. У меня, кстати, есть в этом сборнике статья на эту тему. Или там еще, из более раннего времени, там потрясающе совершенно понятное дело, что белорус, он должен автоматически болеть за Полоцк. Как бы, такая пра-беларусь. Рассказывается следующее. Всеслав Полоцкий смелым набегом взял Новгород, после чего последовала коварная подлая агрессия коалиции Рюриковичей против Полоцка. То есть, понимаешь, ты взял смелым набегом, а у них коварная агрессия. Вот, и понимаете, это же все просачивается. Причем, это все просачивается и я боюсь, это на самом деле будет хуже, чем с Украиной. Почему? Потому что Украина большая, Украина неравномерная и в той степени, в которой, скажем, в Галиции пестовалось вот это вот западетство, в той же степени все-таки в Донбассе пестовалось то, что Бандеру мы ненавидим и все это совершенно не наше и там худо-бедно, но мы как бы прорусские, пророссийские и так далее. Про Крым я вообще не говорю. Белоруссия она в целом более однородная, она более маленькая, там существуют отделы по идеологии, то есть там централизованно в общем людям дают единую линию и мне кажется Лукашенко сам не понимает с чем он играет, то есть он пытается понравиться вот этим белорусским националистам и западу в лице белорусских националистов, но это просто в итоге толкнет страну вот в катастрофу хуже украинской, при этом как бы это будет в течение не ограничено гражданской войной, они попытаются развязать войну с Россией, там придумывается что-нибудь из серии «Вернем Белоруссии Смоленск» или что-нибудь еще, то есть я жду, если скажем сейчас Россия не начнет проводить какие-то политические мероприятия на всех уровнях, культурные мероприятия, я жду там очень крупных неприятностей, которые еще раз подчеркну, могут перехлестнуть те неприятности, которые мы имеем на сегодняшний момент с Киевом, хотя бы даже в силу, что называется, национальных темпераментов, все-таки даже несмотря ни на что как бы там украинцев всегда есть некоторое веселье как бы в хорошем смысле раздолбайство и так далее, вот, хотя в последний год мы этого видели все меньше, как бы раздолбайство мы видели много, вот, а веселье видели все меньше, вот, но эти белорусы грумые деловые, то есть это будет очень жестокий и кровавый конфликт, и мне страшно, я вам честно скажу, я из Белоруссии вернулся вот в таком вот состоянии, на три дня раньше я сказал просто в какой-то момент супруге, так, едем, у меня уже нервы на пределе, вот, я просто этого не выдержу сейчас, давай едем, мы просто встали уже напрямую от Минска и поехали, вот, а потому что, ну, очень плохие вещи, очень плохие, мне очень страшно, вот, я вам серьезно скажу, очень, очень страшно. Кто тогда Лукашенко? Что? Кто тогда Лукашенко? Ну, знаете, вот, был один такой исторический персонаж, в честь которого Петр I учредил орден после измены Мазель. Вот, похоже, Александр Григорьевич решил, как бы, из того более, чем уважаемого положения, в котором он был, двигаться куда-то вот в сторону вот этого курса. Я не знаю, зачем, потому что он человек молодой, крепкий, здоровый, и я боюсь, он не умрет до того, как последствия его деятельности превратятся в полномасштабную катастрофу, то есть, вполне возможно, он еще увидит, как сам сначала, как бы, создан нечто великое. Ну, это, дайте, что мне напоминает, может, что напомнить, скажем, судьбу Каддафи или Хусейна. Они же в какой-то момент создали там интересные, сильные, достаточно яркие, как бы, политические системы, довольно амбициозные. Скажем, Каддафи в какой-то, то есть, Каддафи Кусейн в какой-то момент начал Вавилонскую башню строить. А археологов, астерологов это страшно бесило, но он, тем не менее, на полном серьезе начал в Вавилоне строить вот эти вот зекураты, типа, что вот мы восстанавливаем исторический ландшафт. Ну, как Кусейн закончил, вы все в курсе. Каддафи тоже много чего интересного накрутил в своей жизни, как бы, в том числе пытался и с Западом помириться, подружиться, тоже как бы, чтобы его перестали считать диктатором, то есть, в этом смысле Лукашенко сейчас один к одному воспроизводит его манеру. Как закончил Каддафи, все в курсе. Так что, в общем, позавидовал Саддаму Кусейну. Ну, он же не был раньше таким, с Александром. Не был, но... Это инвалиду Саддаму Кусейну. Совершенно верно. Борис Васильев, Крымская эхо. У меня вопрос такой, значит, вот вы, говоря о проблеме русских, бросили такую фразу, мы бросили и сказали, это, в общем-то говоря, проявится скоро. Что вы имели в виду и как вообще, на ваш взгляд, будут развиваться события в России. И у меня еще одна реплика, которую, может быть, вы прокомментируете, а может быть, я не могу. Коллега компанец говорил о Трезупах, которые, значит, сплошь и рядом еще у нас здесь, в Крыму. 9 мая уже много-много лет, каждый 9 мая на улицу выходит весь Симферополь, буквально весь, и идет к вечному огню. это зрелище, ну, даже не зрелище, это картина неповторимая. Выходит весь город, неорганизованно, но сам строится и идет значит, впервые. Дайте угадаю, в этом году решили все организовать? Нет. Уже? Нет. Впервые. За много лет такого шествия 9 мая не будет, потому что вечный огонь на ремонте. Его начали ремонтировать недавно. У тебя не сошли с ума, что ли? И в того момента, значит, и к празднованию, и к празднованию, 9 мая будет 8 мая, как в Украине. Слушайте, ну это как бы сумасширство. Я сначала не поверил того, что написала коллега-журналист в Фейсбуке. Я позвонил в завет ветеранов. Вот, идя сюда, думаю, проверил. Да, это на самом деле. Это решение правительства. Слушайте, ну это надо просто правительство в Крыму напомнить. Спасибо. Сообщить, что вы вообще, дорогие друзья, вы немножко рехнулись. Вы немножко рехнулись и делаете что-то совершенно не... Я специально с этой целью сегодня это здесь и сказал. Возможно, кто-то из правительства здесь присутствует. Может быть, они действительно поблили по течению и о чем-то есть. Ну вот, понимаете, то есть, это выглядит очень провокационно. То есть, о том, что в этом году 70-летие победы было известно с 9 мая 45-го года. Знаете, вот что, 9 мая 2015-го года будет 70-летие победы было известно с 9 мая 45-го года. Вот. То есть, было время подготовиться. Даже в Москве нас, конечно, напугали этим чудовищным совершенно закатыванием Спасской башни, превращением тоже в какой-то зекурат, но все, она уже открыта. Понимаете, вечный огонь, придумать его, чинить под 9 мая, так, чтобы 9 мая он был закрыт, это, ну, это съехать. То есть, грубо говоря, в более параноидальном обществе 80-летней давности за такое вы точно бы забрали в НКВД с вопросом, ты тут как бы враг, диверсант или кто? То есть, тебя вполне допускают, что ты не враг и не диверсант, а просто как бы не очень адекватная, не очень большая адекватность нашего чиновничества, ну, это абсолютно неприемлемо. То есть, если такая ситуация вышла, то есть, никак его не подчинить 9 мая, значит, нужно найти достойную альтернативу. И гражданам сказать, собираемся там-то и там-то, сами идем туда-то и туда-то, не знаю, там с флагом стоит, пойдемте к танку с флагом. Вот. А то, что основной перенос на 8 мая, знаете, еще 15 лет назад я написал об этом очень злую статью. Вот, тенденции переноса с 8 мая на 9, с 9 мая на 8 мая называется «Две победы». О том, что в каком-то смысле Запад и мы в день окончания Второй мировой войны празднуем совершенно разные вещи. Потому что одно дело, скажем, их война на французах между собой с Германией, которая велась по совершенно другим, я бы сказал, джентльменским правилам. Вот я как раз писал на днях текст о своем любимейшем французском историке Фернале Брадели. Он свою как бы первую крупную работу в Средиземноморье во времена Филиппа Второго и Испанского писал в концлагере. Я так в своей статье даже написал. От всех этих ужасов, потому что там одного из его учителей расстреляли гестаповцы, второй наоборот вынужден был как-то вот так коллаборационизмом заниматься. Что называется, от всех этих ужасов Брадель отсиделся в концлагере. Отсиделся в концлагере. Потому что он там сидел, у него там была библиотека, он читал книжки, писал вот эти статьи, там спорил с немецкими охранниками, в конечном счете их достал. Его перевели из лагеря обычного режима в Майнсе, в лагерь строгого режима в Любике, где он точно так же продолжал писать свою диссертацию, читать книги, читать лекции товарищам пленным, тоже французам. И в 45-м году в мае пришли и его освободили. Вспомните, что в это же время происходило с нашими военнопленными. И вы поймете, что это были две совершенно разных границ войны. Потому что с одной стороны это была война в границах одной цивилизации, где в общем-то на самом деле даже многим тем же самым французам было почти наплевать, кто в итоге победит. Потому что по-настоящему переживали за сопротивление, только в общем люди левых взглядов. А скажем, люди правых взглядов, они считали, что и немцы неплохо, а маршал Петен, который сидел в Виши, вообще хорошо там находилась среди них такая пословица, что как бы пословица приговорка, что стоило потерпеть поражение, чтобы наконец-то получить у власти приличное правительство. Так же действительно как бы с точки зрения как бы эффективности управления, правительство Петена было гораздо лучше, чем предшествующее правительство Французской Республики. А со стороны России это, извините, была война на выживание. Это была война о том, уничтожить нас с вами совсем или же нет. То есть это была война, которая велась по принципам, которые провозглашал, скажем, фельдмашел Рейфенал в своем знаменитом приказе никакие культурные ценности на Востоке не имеют значения. То есть Крыму в этом смысле очень повезло, что из вот этой вот идиотской как бы немецкой концепции как бы Готии и так далее они здесь себя вели сравнительно аккуратно. Потому что понимаете, скажем, там ясную поляну подожгли, Петергоф вообще взорвали, я когда выслушиваю какие-то там темы на тему того, что вот там плохо поступали с немцами в Германии когда наши пришли все эти мифологии по поводу миллионов изнасилованных немок. Сейчас вот вышла книга немецкая историка к сожалению я забыл фамилию старом Стеноблюзе забываю. Очень хорошая книга называется поищите немецкий на запрос немецкий историк когда пришли солдаты о том как себя вели англичане и американцы в своей зоне оккупации. изнасилования расстрелы просто постоянные унижения и так далее то есть в чем это документально доказанные факты это не мифические два миллиона это документально строго доказанные факты. так вот когда мне говорят что как-то наши нехорошо себя вели я говорю знаете вообще-то по соотношению потерь мирного населения русские могли прийти в Германию просто построить немцев ряд отсчитать каждого четвертого и расстрелять после чего прийти в Паттан и скажем взорвать дворец Сан-Суси прекрасный совершенно дворец в этом Сан-Суси до сих пор педантичные немцы показывают вот смотрите вот здесь вот на окошке есть маленькое граффити русского солдата вот они это показывают еще с таким жестом вот смотрите какие вармары я просто вспоминаю после этого о судьбе Петергофа думаю сволочи вообще вообще обнаглели там вот там еще аккуратно помечены те картины которые были забраны в качестве трофеев в нашем музее что вот здесь вот висела картина которая была забрана в Россию вот все в том же духе то есть о том что сделано было с нашим художественным наследием как уничтожены были просто храмы Новгорода с фресками опять же никто не напоминает то есть это были две разные войны джентльменская внутриевропейская война закончившаяся 8 мая и война не на жизнь а на смерть закончившаяся 9 мая это две разных победы это две разных реальности это два месседжа разных совершенно с одной стороны вот это то что они сейчас этот красный мак себе на Украине нарисовали из серии Николь снова что типа никогда мы больше не будем воевать между собой будем воевать только с русскими вот а с другой стороны это наша война не на жизнь а на смерть которая слава богу закончилась нашей полной победой и понятное дело что в этом смысле любое смещение акцента на 8 мая это идеологическая диверсия которая абсолютно неприемлема и на вопрос на все вновь а ситуация в России как будет развиваться ой так называйте колдует баба колдует дед вот слушайте я не знаю как будет развиваться ситуация в России понимаете как сказать в чем опасность ну смотрите на самом деле главная опасность состоит в том что на сегодняшний момент модель вот этой как бы я бы сказал присоски к западной цивилизации к западной экономике и так далее полностью исчерпана вот не может как бы а наша элита она сформировалась именно в режиме этой присоски очень хорошо было видно как в прошлом году они прежде всего думали там о своих капиталах о учебе своих детей в Лондоне о там своих возможностях там поездок за границу на шопинг и все такое прочее что это диктовало их поведение в отношении скажем той же Новороссии они бы охотно бы там ее слили но просто каждый раз ситуация складывалась так что это не удавалось сделать а сейчас фактически в интересах России как государства строить как бы независимое существование экономически независимое включая как бы знаменитый термин импортозамещение технологически независимое чтобы не случалось такой унизительной истории как то что мы просим французов построить нам корабли а потом вынуждены клячь клянчить дяденька корабли чтобы мы сами могли построить авианосец вертолет и что угодно еще чтобы наша внешняя политика как бы определялась двумя факторами наши интересы и наши силы вот у нас есть определенный интерес мы в силах этого интереса добиться тем или иным путем дипломатическим экономическим уговорами если надо применением оружия или как то еще значит мы это делаем а не то что как бы интересы есть силы тоже есть но мы боимся что скажет там Мария Алексеевна в Вашингтоне и соответственно вопрос состоит в следующем сможет ли наша текущая конфигурация политических там культурных экономических и так далее элит выдержать это строительство государства в общем ориентированного на национальные ценности на национальные интересы или они предпочтут или эти элиты наоборот сломают хребет строительства этого государства и опять начнут реализовывать здесь модель полуколонии то есть это главный вопрос главный вопрос который может то есть проблема состоит в следующем смотрите что за путь как бы строительства развития величия у нас больше 80% населения но при этом большая часть верхушки это люди прямо противоположными убеждениями а в их рычагах много возможностей их меньше чем 10-15 лет назад множество людей включая даже вашего покорного услугу в какой-то степени долго занимались тем чтобы так или иначе вышивить хотя бы часть этих рычагов из их распоряжения но тем не менее вот заметьте скажем встреча Путина с общественностью вот это недавняя прямая линия кто-то присутствует Хакамада прекрасная вот как его Ремчуков из независимых газет вы меньше может быть в Крыму знаете достаточно одиозный персонаж с вопросами а вот как вы относитесь к возрождению патриотизма и ксенофобии через запятую там ну и как венец всего Алексея Алексеевича не диктов а вот с противоположной стороны вот заметьте что скажем год или два назад звали как бы на подобные мероприятия хотя бы для соблюдения некого баланса ну например Проханова Александра Андреевича очень его люблю вот чтобы он что-нибудь сказал такой душевный он же не против Путина он что-то хорошее как бы скажет доброе то есть он умеет красиво высказаться я знаете вот я человек как бы с другими литературными вкусами меня раньше всегда Проханов раздражал я даже написал в какой-то момент про него злую статью которая еще в самую первую из моих книг вошла а потом мы с ним лично познакомились на одной телепередаче где он как раз он ругался с либералами я ругался с либералами и вот он какой-то там либералкин на ее вопрос отвечает вы лукавая тщерь я лукавая тщерь а вы тогда кто а я я отрок вот и я понял это наш человек вот с тех пор я как Александр Андреевич очень проникся ну вот пожалуйста спроси что-нибудь про отрока вы как светлый вождь Руси в новый Владимир скажите Владимир Владимирович да коли мы будем терпеть вот эту нечисть и Путин бы ему что-нибудь ответил что не надо вот сложняя всех там одной краской но это было красиво не менее красиво чем все эти вопросы а давайте там Немцова не Немцова переименуем хоть в честь Высоцкого назовем что-нибудь и так далее то есть понимаете то есть грубо говоря эта элита ни в каком секторе по-прежнему не хочет сдаваться скажем сейчас будут например сегодня как-то криво пролетел прогресс в космос сейчас будут копать под Рогозина почему потому что он очевидный единственный представитель как бы вот такой выраженной националистической позиции правительства то есть будут пытаться под этим соусом его свалить то есть это серьезная внутренняя борьба которая она никуда не денется но даст Бог меня обнадеживает то что в общем-то эта публика понимает что если они скажем как-то фундаментально потрясут основу государства если они фундаментально попытаются переменить линию народ их просто снесет народ их просто снесет поэтому когда мне там рассказывают что вот сейчас американцы свергнут там Путина посадят какую-нибудь свою марионетку я говорю ну это самый надежный способ истребить всех российских либералов потому что после этого просто это будет вот такое как бы массированная зачистка просто стихийными народными массами что никуда не я в казакина Крыма записку читаю такая записка реплика это же не вопрос спустя год после референдума 16 марта 2014 года крымчане почувствовали некую растерянность Крым русские чиновники БУ бывшие украинские какого ваше мнение в отношении БУ чиновников Крыма ведь единожды предавшие основная масса крымчан не присягавшие Украине готовы выступить с инициативой БУ чиновников по обмену в Сибири на самом деле здесь нужно на мой взгляд эта тема она поднималась собственно сразу же после всего этого когда был такой эмоциональный всплеск революции революционный многие как раз из моих друзей которые в этот момент скажем тоже здесь действовали или где-то в Новороссии говорили что вот на самом деле нужно по максимуму зачистить вот как мне говорили зачистить вот рыгаловки если вы поняли о чем я вот ну здесь и здесь возникает вопрос что что является альтернативой альтернативы либо это варяги как бы с территории остальной Российской Федерации либо как бы набирать непрофессионалов и медленно превращать их в профессионалов то есть мне кажется что как бы путь набора непрофессионалов он был отвергнут прежде всего потом как бы нашей как бы московской столичной властью которая явно испугалась просто вот даже замерьте на посмотрите на административную судьбу Чалова то есть как бы яркий харизматичный политик с одной стороны с другой стороны человек который абсолютно не вписывается в контекст функционирования московской бюрократии ну вот абсолютно то есть вплоть до того что вы не представляете какая вот у московских как бы чиновных людей была истерика даже просто от того факта что он 18 марта приехал в Смитрий вот знаете вот у них их реально трясло просто от этого факта при том что со стороны как бы вот народу понравилось то есть наоборот зрители все были в восторге от того что это было так вот это казалось очень классно опять же используя компьютерный термин это казалось классной фичей но с точки зрения московского бюрократа это был ужасный баг что как бы вот испортил всю церемонию вот блядь эти дикие люди нет абсолютно дикие в этом смысле да вот и соответственно система постаралась его максимально как бы удвинуть куда-то подальше вот найдя человека более формального который знает как это работает вот ну альтернатива была бы завести тех кто знает как это работает ну просто из других регионов опять же многие надеялись скажу честно очень многие в разных регионах россии думали что сейчас вот нас посадят в поезда и мы дружно поедем в крым как бы и будет так что называется наводить порядок и так далее но многие конечно испугались но как бы по просчетам в москве испугались этого эффекта как бы не получилось так чтобы это визуально выглядело бы как такая вот оккупация что начались бы конфликты парень а вы приехали из этого там своего новосибирска вы ничего не знаете вообще что там диктуете и так далее с учетом того что знаете это есть такая проблема скажем с инструкторами в армии Новороссии что скажем присылают как бы людей как бы из российской армии как бы как инструкторов там чтобы как-то подготовить вот типа на сугубо добровольной основе но только в рамках этой сугубо добровольной основы ни одна воинская часть российская как бы специалисты первого разряда не отдаст получается по остаточному принципу и теперь посмотрите то же самое было бы с чиновниками которых отправляли бы сюда никто хорошего чиновника на Крым не отдал бы не потому что для Крыма жалко а потому что самим нужен бы это значит что отправляли бы проштравившихся провинившихся неудобных некомпетентных не вписавшихся и так далее то есть это тоже был бы не сахар соответственно понимаете это вот история истерии того что направо пойдешь пропадешь налево коня потеряешь прямо прямо пойдешь наступит полный коммунизм понимаете то есть непонятно реально как эту проблему революционным путем решать соответственно возникает вопрос о решении этих проблем эволюционным путем то есть выдавливание той части полу чиновников которые а нелояльны государству б некомпетентны в коррумпированы все таки если скажем мы посмотрим сейчас что будет с приговором мадам Васильевой вот если она получит условочку то можно просто вот здесь вот ложиться и о борьбе с коррупцией забывать потому что ну какая тогда борьба с коррупцией ну если там грубо говоря это предложение прокуратуры прозвучало только для того чтобы тем большим был эффект после того как она что-нибудь всерьез огребет тогда это значит что грубо говоря та линия которая наметилась скажем с зачисткой сахаринского губернатора там еще ряд других фигур она продолжится она на мой взгляд обязана продолжаться потому что иначе же они всю страну украдут просто понимаете то есть я же много раз бывал на Сахарине я можно сказать почетный друг острова Сахалина вот а последний мой приезд мне рассказывали историю про то как там установили в губернаторском в администрации губернатора области это было еще до его ареста туалет с цветомузой вот вот знаете я не хотел я уже был почти готов попроситься на как бы экскурсию но все-таки все-таки не решился ну еще мне так говорят что да ну конечно туалет ну понимаете это же на самом деле было все сделано для инвалидов и ветеранов а не для как бы не для губернатора у нас теперь все что угодно прикроют там инвалидами и ветеранами вот но из этого маленького примера было понятно что грубо говоря там не совсем как бы адекватная уже история поэтому когда я после туалета с цветомузыкой услышал про ручку за 30 миллионов я уже ничему не удивился вот но заметьте все-таки пусть в рамках какой-то клановой борьбы разных группировок потому что понятное дело что разные группы там делили контроль за Соколенским шельфом это в общем понимаете в этом смысле реальности на Украине и в России корпоративных войн она примерно одинаковая кроме того что как бы там дрались олигархи здесь дерутся что называется госкорпорации и чиновничьи кланы то есть это все это все тоже к сожалению предстоит уметь но тем не менее именно в силу этого если кто-то абсолютно неприемлем вот совсем то уже описанная мной технология скандала с высокой вероятностью приведет к тому что этого чиновника удастся снести потому что всегда найдется какая-то сила которая заинтересована в том чтобы его убрать соответственно просто нужно выбраковывать этих чиновников эволюционным путем то есть здесь к сожалению действительно революции пока не получится просто потому что вот нет той альтернативной элиты которую можно взять и пересадить на их места вот даже к сожалению вот опять же политика московская протяжирование Януковичу и партии регионов привела к тому что скажем все пророссийские силы на Украине были в общем доведены до состояния полнейшего ничтожества и соответственно в результате когда вот начались события прошлого года практически нигде практически ни на кого невозможно было опереться все было зачищено причем зачищено Януковичем же потому что он зачищал именно как бы что называется контролируемый флаг с одной стороны он выращивал какую-нибудь свободу и прочих упырей а с другой стороны пророссийские силы зачищал ну мы имеем то что имеем поэтому в результате скажем группы наших чиновников ну объективно говоря и людей вообще которых можно массово посадить на эти кресла нет но при этом понятное дело что бюрократии всегда удобнее работать с бюрократией поэтому эти бывые чиновники с московскими находят очень легко общий язык если от появления этих бывых чиновников не возникает проблема значит надо создавать проблемы то есть вот грубо говоря главное чем занимаются скажем русские националисты там моего типа в москве вот есть такое движение русско-общественное движение РОТ вот коймы я даже некоторым образом причастен моя первая жена Наталья Хабмагорова его возглавляет вот вот оно занимается тем что создает проблемы там чиновникам милиции там судам прокуратуре и так далее каждый раз когда грубо говоря русских людей обижают но не каждый раз каждый раз когда удается юридическим путем там при помощи квалифицированных адвокатов как-то еще вот так вот надо жарить как оса все время и вот ничего с этим жарением как оса они сделать не могут им приходится худо-бедно шевелить да давайте последний вопрос да из зала вот тут проскользнул такая тема о концлагерях и фашизме все знают что Степан Бандера тоже отсиделся в концлагере а вот многие уже забыли что великий чех кстати журналист который написал петля за неделю до своего расстояния Юрий Скучик написал петлю репортаж «Светлённая шея» где сказал такие пророческие слова которые постоянно надо напоминать с утра люди я любил вас будьте бдительны вот к сожалению фашизм процветает что вы можете сказать о русских фашистах и в частности о тех которые воюют на стороне украинских фашистов в Новороссии ну а очень просто они перестали быть русскими то есть меня спрашивают а вот как бы как вы относитесь к русским националистам воюющим за Украину я отвечаю русских националистов воюющих за Украину нет это украинские националисты видите я знаю дело в том что есть люди откровенны неонацистских убеждений вот например есть такой человек Мельчков которые при этом будучи националистами своих именно даже не просто националистических националистических полном именно неонацистских убеждений при всем при этом своей логике сказал вот есть война моего народа с другим народом и я как русский неонацист должен воевать за свой народ и вот он пошел в Новороссию неплохо там в этой группе Бэтмена воевал и воюет до сих пор и к нему вот как к солдату никаких претензий нет то есть к нему на гражданке могут быть претензии что ты как бы вот там типа странных каких-то мягко говоря для русского человека убеждений придерживаешься ну как к солдату который воюет за дело своего народа к нему никаких претензий а соответственно эти говорят что они якобы русские националисты они идут и воюют за другой народ который сам про себя говорит не мы говорим как бы мы-то как раз говорим что называется что русские украинцы должны быть едины это они говорят мы не русские мы к вам никакого отношения не имеем вы москали поганые вот то есть они идут и воюют против русских людей против своего народа почему они это постановят мы не против русских мы против ваты вот типа придумали определенные такой я бы сказал технологии социального расизма что отделить часть своего народа обозначить фактически как нелюдей и на этом основании разрешить себе против своего же народа выиграть я им всегда говорю еще до того как начался этот конфликт в 2012 году как раз именно на тему вот этих шуток про ватников я в общем с некоторым количеством как раз коллег по националистическому движению разругался просто вдрызг именно из-за этого вопроса что социальный расизм в отношении своего народа это преступление и это ты после этого человек на мой взгляд перестает быть русским националистом то есть все что я могу сказать об вот этих украинствующих якобы националистах это мрази извините я просто слава вот только что тоже упомянули по поводу расизма холоркоста говорили вот хотелось бы услышать ваше мнение о самовольном уничтожении уже в прошлом мировоззрении общества парадигме враждебной такой законной человеческому духу право убить своего ребенка скрытое словом аборт возможно ли рассматривать Крым как территорию на которой первые в постсоветском пространстве смогут защитить ребенка с момента зачатия Крымка в территорию защиты жизни защиты жизни ну понимаете я считаю что в этом смысле я как раз не поверите сторонник федерализма то есть если в Крыму удастся ввести такую меру почему нет то есть я еще расскажу я категорически противник аборта то есть я считаю что случаи бывают всякие но за исключением каких-то медицинских там вещей когда речь идет уже о невыживании ни матери ни ребенка это вещь морально абсолютно недопустимая и во всяком случае это вещь на которую человек должен каяться в церкви обязательно и в гражданском плане она как минимум вот я считаю должна быть изъята из пакета бесплатных медицинских услуг тем более что как бы в стилистике бесплатных медицинских услуг ничем кроме бесплодия очень часто она закончится не может можно простите что я перебиваю провести такую параллель между тем что в Новороссии первое что сделали это конституционно защитили жизнь с момента зачатия ребенка а вот режим Януковича который имел полную возможность вести какие-то противоабортные меры имеют большинство и в Верховной Раде до Майдана абсолютно никак поймите что режим Януковича вообще обманывал людей во всем в чем только мог он обманывал последовательства то есть я а вот по поводу абортов я еще скажу что вообще нам нужна постепенно реморализация общества медленная аккуратная то есть без истерического фанатизма потому что если мы скажем начнем все сразу запрещать немедленно и так далее то ничего хорошего это не даст это даст только встречную волну и просто как бы очередной всплеск аморальности но надо понимать что мы в какой-то момент перешли некую моральную черту за которой просто началось демографическое вырождение нации причем эта черта была перейдена даже не при перестройщиках а раньше я недавно перечитал роман Василия Белова все впереди такой вот роман вызвавший массу скандала среди перестройщенной интеллигенции в 1985 году я перечитал на самом деле конечно страшный очень роман но как бы очень тонкий я как бы погрузился в эту атмосферу там 70-х начала 80-х годов я конечно был маленький наблюдатель вот эта тема постоянных походов в шашлычные задогнаться вот эти постоянные аборты при которых как бы выживший ребенок является статистической погрешностью просто среди тех которые удалены то есть понимаете это не могло не закончиться той катастрофой которой это закончилось для нашего общества то есть здесь нужна очень большая аккуратность очень большая сдержанность потому что еще раз подчеркнул то есть если вы просто сказать женщина давайте вот мы завтра запретим аборты мы ничего кроме встречной волны агрессии не получим но если постепенно осознание ценности жизни человеческой будет возрастать в каждом человеке со школы если скажем девочка будет расти с мыслью о том что скажем аборт для нее не мысли что это исключено как бы из того как бы жизненного сценария который она себе представляет то понятное дело что это зло в конечном счете будет побеждено спасибо можно я теперь почитаю как бы записки в чем суть русской национальной идеи ну я вам отвечу вы не поверите я вам отвечу двумя формулировками одна формулировка как бы долгосрочная в чем суть русской национальной идеи она сформулирована нашими клетками еще в 14-15 веке это святая Русь чтобы как можно больше русских людей стали святыми и чтобы все наши святые на небе молились за русский народ на земле а другая как бы более севиминутная идея которую я сформулировал очень короткой формулой собака на сене то есть у нас есть огромное количество ресурсов которыми мы не все эффективно не всеми эффективно распоряжаемся и вот надо на них сесть как собака на сене и никого к ним не подпускать пока они не понадобятся нашим внукам правнукам и так далее и так далее и так далее весь мир сейчас свою антирусскую политику строит на идее что у русских слишком много ресурсов и их надо бы раскулачить и вот наша задача состоится в том что создать такую политическую систему такую военную систему такую экономическую систему чтобы нас никто не раскулачил советская перинать была русская национальность была забита затерта после развала сможем ли мы возродить русскую идею и возродить ее в Крыму сможем уверен что сможем возродить ли западная Европа культуру античной Греции ну разве что в области педерастии ваши отношения к высказыванию Путина о том что Россия не будет наставить на возвращение Франции неустойки ну Путин разведчик что он делает он тебя пытается завербовать я сам это на себе испытал когда мы в 2012 году группа политологов с ним встречались к нему пришел и начал на него наезжать очень жестко там из серии того что Владимир Владимирович а вот эти бесконечные инвестиции на Кавказ там это а знаете ли вы что они там вас зовут Аллахом уже вот но это знаменитая шутка как бы фраза Кадырова была на эту тему откуда у Чечни деньги а вот вот а он так смеется что как угодно пусть называют лишь бы не было войны и так далее я на самом деле я понял почему так все долго текучее развивалось Новороссия потому что на самом деле у Путина очень сильный внутренний страх войны он был безумно доволен тем что очень как бы все спокойно мирно решил из Крыма предельно хирургически точно без каких-то в общем особо конфликтов перестрелок и так далее и ему очень хотелось чтобы никак по-другому собственно не было потому что вот он пережил этот шов в 99-ом году с Дагестаном и с Чечнёй и он этой войны не хочет и вот он сейчас тоже старается максимально вот там дружа с Францией с турками с кем угодно лавируя там меняя по 10 раз в сторону вербуя их на свою сторону потому что вот он реально сидит вот он тебя вербует он хочет чтобы ты в итоге стал его союзником это такая очень четкая как бы просто психологическая технология вот он пытается сейчас с французами проделать именно это насколько успешно ну вот как говорится там победителей не судят побежденные платят дважды верите ли вы что скифское золото когда Крым еще не находился в составе Украины для демонстрации в музеях вернется в Крым знаете я думаю что однажды мы голландцев на эту тему дожмем может быть не быстро но все то что забрано было из музеев Крыма мы дожмем потому что ну каков бы ни было законодательства в этой области Украины скажем насколько я понимаю в этой коллекции полно вещей которые были найдены на территории Украины до ее независимости то есть найдены на территории Крыма до независимости Украины то есть грубо говоря Украина не была их первым правообладателем он был например с одной стороны СССР с другой стороны конкретный музей и Украина сама очень спорный юридический персонаж в отношении того же Советского Союза потому что когда они скажем начали после декларации о воссоединении Крыма говорить что-то там о хельсинских принципах территориальной неприкосновенности я просто написал статью она входит в эту книгу о том что вообще не Украине которая является сама вопиющим нарушением хельсинских принципов нерушимости границ не ей апеллировать к этим принципам соответственно тут точно так же то есть Украина не является в большинстве случаев крайним правообладателем на эти сокровища соответственно настаивать на том что они принадлежат ей у нее нет никаких оснований вообще это конечно была очень глупая политика что скажем часть вещей которые находились отправлялись вообще в Киев вот это неправильно дальше хотелось бы знать вашу трактовку понятия отчизна родина государственная территория а также ваше отношение к великому русскому языку как протоязыку человечества на планете земля я думаю что все-таки протоязыком русский язык не является он просто как бы достойный представитель великих один из величайших языков на планете вот я думаю что у меня есть на эту тему кстати текст о Пушкине опять же на спутнике и погроме вот где просто наберите опять же Холмогоров Пушкин там спутник и погром и интересная статья где я в частности писал о том почему русский язык настолько эзотеричен и при чем-то здесь был Пушкин потому что он работал над теснейшей спайкой как бы вот слов нового языкового ряда и слов церковнославянских древнерусских и так далее в результате если например посмотреть глазами иностранца который знает русский язык только по грамматике и по словарю на какой-нибудь текст у лукоморья дуб зеленый он просто сойдет с ума он не поймет половины этих слов почему они так странно написанные там какой-нибудь лес и дол в виде неполной что это вот так вот дальше много записок одним почерком вот мы Борис Таторин я кратко в времена Иоанна Третьего была создана философская идея Третьего Рима стоит ли нам вернуться к ней ведь Римская империя подразумевает не только ну Третья Рим это актуальная идеологическая и политическая идея я много о ней писал и она несомненно должна быть встроена как бы в наш идейный контекст она ее должен знать каждый школьник ее должен понимать хорошо каждый студент и это должно быть проговорено и в частности причастность России и к римскому наследию тоже и Крым как точка этой причастности он должен несомненно осознавать почему украинский период Крыма пытаются выставить неким периодом решения правителей после Мешкова коллективным маршалом Бетеном ведь русским Крыму ничего не запрещали а ужасный сепаратизм был только на бумаге ну знаете мне сложно тут сказать то есть понимаете русским в Крыму может быть ничего не запрещали но их так цинично кинули просто прежде всего в Москве когда собственно Ельцинская клика заявила открыто что у нас никаких вопросов нет Крым нас не интересует и вот один Юрий Михайлович Лужков как-то по мере сил бился и напоминал о том что все-таки Крым и Севастополь это Россия вот то есть это грубо говоря было прежде всего на мой взгляд период оставленных чувства оставленности русских так в прошлом сентябре в Москве улиц мусульмане просто опустили ОМОН почему правительство санкционирует избиение побоище студентов интеллигенции хипстеров и несогласных но встает назад при реальной силе но я знаю эту историю как действительно там группа этих мусульманских правилоболодчиков действительно просто побила ОМОН вот ну собственно хипстеров и несогласных особо уже давно никто не убьет то есть как-то разгоны большинства оппозиционных митингов в Москве они в последнее время как правило не практикуются то есть если практикуются даже проукраинские какие-нибудь митинги которые я бы например конечно что называется разгонял бы водометами их не разгоняют но тогда это конечно был день позора московской милиции когда действительно вот группа этих мигрантов которые тусили в мечети они просто ОМОН избили и это как раз одно из тех явлений миграционных с которыми я борюсь в общем собственно до того момента когда что называется жизнь призвала на фронта за Крым и Новороссию как бы тема миграции последние годы в моих публичных выступлениях была главной это не значит что я о ней забыл ни в коем случае это значит только то что ну вот сейчас вот есть что называется сейчас война вот наступит мир и с этой проблемой тоже придется разбираться этим эмиральным предприятием память геноцида армян сказал слово геноцид это при том что Россия сейчас очень тесно старается дружить с Турцией при том что нам сейчас эта дружба с Турцией очень нужна но все-таки есть определенные принципы которые надо провозгласить несмотря даже на то что после этого Эрдоган обиделся устроил истерику заявил что пусть Россия сначала объяснит свои действия в Крыму а потом мы будем с ней разговаривать при нации но на самом деле Эрдоган же он тоже хитрый политик он прекрасно знал что Путин все это скажет и ответ его тоже довольно хитрый что типа вы решаете свои проблемы а мы тогда тоже решали свои проблемы вот а сравните с Обамой который как уж на сковородке вертелся чтобы слово геноцид не сказать при том что сейчас у них даже с турками отношения плохие он мог бы на них надавить как бы посильнее скажем пригрозив что вы будете себя хорошо вести а то США тоже признают вот то есть как видите как бы этот геноцид он всегда у кого надо геноцид а у кого не надо они все всегда забудут все как говорится в анекдоте все такое вкусное да вот вопрос про безработы русских националистов он безусловно получает он потом подойдет сейчас остались сейчас без этого самого без приза потом я бы наградил получен слушайте что-то автор всех самых лучших постер вопросов провокационные давайте ну а тогда я думаю Борису Таторину с третьим римом просто по совокупности тут вот такие вот спасибо 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 просто по совокупности за пять штук я подпишу тетрадь по консерватизму вот вот сейчас а можно я тогда у вас а давайте давайте хорошо спасибо спасибо